МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Москватов шоу «Пусть говорят». В этой судьбе мы откаждаем невыдуманные истории, которых невозможно молчать. АПЛОДИСМЕНТЫ 30 марта в 19.58 по майамскому времени я родила дочку. Поздравляйте меня! Ура! Несколько дней назад Кристина Арбакайте через свитер оповестила весь мир о рождении дочери. Вопреки предрассудку, что новорожденных нельзя показывать, Кристина в первые же минуты публиковала фото малышки на руках у папы бизнесмена Михаила Зимцова и разрешила первому каналу эксклюзивную съемку. Уже известно, что новорожденную назвали Клавдией в честь любимой певицы Аллы Пугачевой Клавдии Шульженко. Все подробности радостного события сегодня в нашей программе из первых уст. У нас на связи Америка, Майами, апартаменты в жилом комплексе, где расположена квартира Кристины Арбакайте и Михаила Зимцова. Доброе утро, Майами! Добрый вечер, Москва! Вы нас слышите? Мы поздравляем вас! Как все прошло, расскажите нам. Кристин, как все прошло? Видим, но не слышим. А мы вас слышим! Всех люблю, ценю! Как все прошло! Как все прошло! Вы нас слышите? Алло! Сейчас слышу! Ура! Ну по сурдопереводу мы уже поняли, Кристина, что все прошло хорошо, правильно? Нет звука! Раз, два, три, четыре, пять! Попробуй написать! Лен, мне кажется, у тебя получится лучше! Сурдоперевода? Ну иди, чтобы она увидела! Супру наперевод! Супру наперевод! Как все прошло! Давай! Сейчас подруга увидит! Вот сюда, вот сюда! Как все прошло, спрашивай ее! Толь, ты меня вот там отцепи, я не могу понять! Все прошло! Громче! А мы не видим, кем-то! Бумагу надо! Писать надо! Я пошла дальше! Ребят, бумагу писать надо! Ну иди ты спроси! В танце, Аркад! Укупника получится! Укупник! Туда! Кристина! Как все прошло! Нормально? Боюсь, Аркад, что они по-другому понимают! Что-то да! Бот! Ура! Слышите? Вау! Она прямо сразу спросит, как все прошло! Слышите? Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как все прошло? А как мы все будем прияты на вас? Меня и его спрашивают! Отлично! Ну, понимаешь, что он присутствовал на родах, в общем, теперь вопрос к тебе! Ну, на самом деле, мне повезло! В третий раз! И три килограмма! Все прошло замечательно! Да! Три семьсот пятьдесят шесть сантиметров! Миша, это правда, что ты присутствовал на родах и даже перерезал пуповину? Да, да! Самый ответственный момент! Доктор мне дал ножницы и говорит, режь! Помахнуться было тяжело! Там натянули так мне, как жгут перерезал! Так что твердая была такая пуповина! Но тебе было, Миш, тебе было не страшно, потому что многие папы в России относятся с предубеждением, что нужно присутствовать в природах! Падают в обморок, мне говорят! Да, ну, как-то у Кристины все быстро прошло! Это сколько заняло? Где-то полчаса! И я даже не успел разволноваться так сильно! И как я смотрю уже, бэйби! Я не знал даже, что делать сначала, кого обнимать, целовать? Кристину сначала или бэйби, маленького этого ребеночка? Вот, на кого надо сначала напрыгнуть и обнять кого? Вот, но Кристина мне тут же говорит, иди проверь, все на месте, все пальцы, все носик, глаза, все, посмотри! И я говорю, все хорошо, не волнуйся! Что чувствует молодой отец, когда... Моим чутким руководством все проходило! Что чувствует молодой отец, когда берет в первый раз в жизни ребенка на руки? Вот что почувствовал ты, Миш? Ну, наверное, волнение какое-то у меня было. Я даже ни разу такого маленького ребенка на руках не держал до этого. Вот, я очень волновался, но... Потом счастье, наверное, после этого тут же пришло. И через несколько дней уже ответственность какая-то. Надо, чтобы вовремя поел. Ла! Поела, ребенок поел, поела. А кто утром, кто ночью просыпается, кто встает? Как вы распределили обязанности? Я? Ну, вместе, конечно. Ну, и какая по характеру? Просто, на самом деле, кайф пока ловлю, совершенный. Я не знаю, мне так приятно, даже если какой-то есть недосып. Может быть, он, конечно, потом накопится. Но пока что мне совершенно нетрудно. И, наоборот, я знакомлюсь с ней. Я уже узнаю, какой плач, что имеет в виду, там, или поменять, или накормить. Они различаются уже, эти плачи. Поэтому я за несколько дней уже познакомилась с Клавдией. И мне не составляет никакого труда. Но Миша, конечно, тоже участвует по полной программе во всем. Но мне, знаете, как женщине всегда жалко мужчин. И я отпускаю его спать в другую комнату. А на кого похожи больше, Клавдия? На Мишу или на тебя? Вы знаете, вот за эти несколько дней она уже поменялась. Она уже как-то раскрыла глазки. Уже что-то у нее разравнивается. Вы знаете, что это как... Все это будет меняться еще не раз. Но на первый взгляд вот такой волевой подбородок Мишин. Темные волосы. И верх наш. Наш, я не веду, мамин и мой. Потому что у нас глаза похожи. Но 30 марта родилась Лайма Вайкули. Вы назвали дочку Клавдии в честь Клавдии Шульженко. То есть судьба девочки в шоу-бизнес и петь? Ну кто же их сдает, этих детей? Куда их потом занесет? Не знаю. Будем учить музыки, конечно, надеюсь. Будем языкам. Танцем, спортом. Куда потянет? Кстати, в этот день, по-моему, родился еще... В этот день родился, по-моему, Ван Гог, Гоя и Селин Дион. Компания хорошая. Но интересно, что когда в прошлый раз ты была у нас в студии, мы пытались заговорить о детях. И сейчас покажем фрагмент того эфира, как тогда Алла Борисовна и вы отреагировали на этот вопрос. Внимание. Может быть, еще внучку вам? Да, обязательно. Ну, сейчас, сейчас. Сольник сдали. Довушка сказала, что она хочет внучку. Я думаю, что у нас все еще впереди с Кристианой. Вопрос от женщины из зала. Ты кормишь грудью и есть ли у тебя молоко? Сейчас все расскажу. На самом деле, решила в этот раз изменить свои традиции, потому что два месяца я кормила и Никиту, и Дэнни, и решила в первую очередь не мучить ребенка. Не то, что себя, не мучить ребенка. Потому что они были все время голодные в течение этих двух месяцев. Пока я кормила грудью. Поэтому здесь я решила кормить уже нормальным питанием. То есть девочка сыта? Абсолютно. О! Ну что, я думаю, что сейчас мы пригласим в студию еще одного члена вашей семьи, который не мог не присутствовать на этом событии. Народный артист России Филипп Киркоров. Твой брат в этой студии сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вы видят, да? Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! ПОЗДАВЛЯЕМ! 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 Это, конечно, великая вещь технологии 21 века. Вот так вот сразу. Но великая вещь вообще, посмотрите, какая генетика. Вот смотришь на эту красавицу, на эту красотку, и можешь себе представить, что она вот буквально два дня назад родила ребенка. Весом в 3 700 и высотой 56 века. Вот можно вот представить, что это... И уже выложила в Твиттер о том, что она родила. А ты первый в Твиттере ее поздравил, понимаешь? Вот технология. Вот потрясающе! Это же чудо! Какая красавица! Какая красивая пара! Вы посмотрите, как они сияют, как они светятся солнцем. Они заряжают всех нас. Все, кто смотрит сегодня эту программу. И, конечно, главного человека, маму Аллу, которая подарила когда-то... Сколько? 40 лет назад вообще. Вообще, можешь себе представить, что, да? Во-первых, это... Этой девушке, этому тинейджеру 40 лет, и она родила третьего ребенка. Это же можешь себе представить? Это не укладывается в голове от того, какая красота, что делает искусство, что делает сцены, что делает любовь. Посмотрите на этих двух красивых людей. Ну, посмотрите! Радость! Но в вашем полку прибыло. Теперь две сестрички. Две сестрички. Мне Кристина, когда родилась моя дочь, она мне сказала, welcome to the club. Теперь я ей говорю, теперь я вам, что, Алла Верды, welcome to the club. Так. То есть я понимаю, что сейчас Алла Виктория постарше. Все вещи, из которых она выросла, ты можешь передавать прямо Кристине. О, кстати, очень даже по-нашему, между прочим. Очень экономно. Очень хорошая идея, Кристина, между прочим. Ты же понимаешь, что мне надарили столько, что она даже не успела это выносить. И все это с бирками, как у меня в гардеробе, так и так много и осталось, чего она вырос. Так что вещи потрясающие, вещи красивые. Ближайшим же самолетом Москва-Майами я отправлю спешл-посылочку. Андрей, спасибо за идею. Кристина, и вопрос. Скажите, почему Филипп рожал в Майами? Ты рожаешь в Майами? Говори правду. У нас тут дача. У нас такой тут клаб, да. Тут отдыхаем, и так и дети тут получаются лучше как-то. Я просто хочу сказать, что 40 лет жизнь только начинается, да, и можно совершать какие-то эксперименты. И пользоваться тем, что тебе, может, судьба дает, да. Если бы у меня была возможность поехать в зимние, холодные месяцы, на последних месяцах беременности в Майами, да, с мужем быть рядом, в хорошем климате, я решила просто этим воспользоваться. Почему нет? Марина Могилевская, актриса, тоже уже в, скажем так, в гостивом возрасте родила. Ну, назовем это мягко. Но вы знаете, уже не секрет, на самом деле, уже это медицински доказано, что когда женщина рожает, ну, чуть позже, чем это принято, так сказать, не в 20 лет, а чуть-чуть позже, то происходит абсолютное обновление организма. Поэтому, Кристин, я вас искренне поздравляю, потому что я только что это прошла, моей дочери 7 месяцев. Я вам должна сказать, что вы сейчас почувствуете, какое счастье в таком возрасте родить, тем более вы так хотели дочь. Я вас поздравляю искренне. Вы знаете, все-таки надеюсь на то, что вы очень талантливый человек, что у вас откроются, может быть, еще какие-то грани и таланты, мы все этого ждем. А я лично от себя очень хотела бы вас увидеть в какой-то, в хорошем кино, серьезном. Любовь, морковь, 4! Да. А скажи мне, а ты помнишь, пойдем представить, как зарождались чувства Миши и Кристины, ты помнишь? Так, собственно, все, собственно, тогда на глазах и происходило почти 7 лет. Да, 7 лет назад, Кристин. 8. 8 лет назад, в январе, мы, как всегда, значит, поехали отдыхать. И вот я стал свидетелем этого красивого романа. Сразу почему-то было понятно, что это очень серьезно, потому что Кристина вернулась совсем другой. Вот как-то на протяжении всех этих 8 лет на моих глазах они ни разу не поссорились, ни разу не повысило голову. У Кристины не секрет, характер, ну, идеальный. Мамин. Идеальный. Правильно. Идеальный характер. Но у Миши превосходный характер. Они так друг друга дополняют. Миш, ну можно, я тебе не представляю, я тебя не узнаю. Ты ходишь и целый день трепешься. Да я не понимаю, ты, во-первых, лезешь ко мне в микрофон, трепешься. Ты все время б-б-б-б-б-б-б. Ты не даешь вообще нормально работать людям. Снимай быстрее. Да не, ну дурак какой-то вообще. Да вообще никакого сострадания. Последние месяцы беременность как раз совпали, так скажем, с моей беременностью. И вот я видел, как ходила Кристина вот с таким вот животом, как над ней Миша, и курлыкал, и мурлыкал, и моя дорогая, плечики ей закроет. Я такого отношения к женщине я не видел очень давно. Давайте посмотрим, как Миша вспоминает в интервью, как он познакомился в тот вечер с Кристиной. Внимание. Мы ехали из клуба, на самом деле было 5 утра, вот, и я ее просто решил подвезти домой, потому что мы жили рядом. Какой-то вот разряд, может быть, была любовь с первого взгляда, в которую многие не верят, а я вот теперь уже верю. Я как бы не афиширую, но она, наверное, тоже знает о моем прошлом. У нее подружки, у нас общие друзья, наверное, что-то и рассказывал. Люди встречаются, люди расходятся. Я еще раз говорю, я не ревнивый человек, поэтому, ну, знаете, мало ли кто, у кого что было. Самое главное, что мы любим друг друга сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Восходящего Сатурна в весах, такой серьезной, будет скрываться соединение Солнца с Ураном в Овне. Непредсказуемость, везде девочка будет ходить своим путем. Очень интересный замес. С одной стороны, чувствительность, нежность и женственность. С другой стороны, такая современная, свободолюбивая личность. Очень сложно, очень интересно, на мой взгляд. И женщины этого типа, конечно, себя больше реализуют в материнстве и в такой классическом женском предназначении, но приходят к этому не скоро, не сразу. Ну, мы будем ждать, мы терпеливы. Миш, Кристин, скажите, пожалуйста, а где Клава сейчас? Чем она занимается? Пошла на пляж. Вот рядом, рядом, тут что-то спит, да? А можно показать коляску нам, попросить, чтобы показали коляску? Коляску проезжай, Клава. Коляска-то как коляска. Обычная коляска. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите, пусть говорят, Кристина Арбакайте в третий раз стала мамой. Сегодня в студии ее друзья, коллеги. И во время рекламы к нам присоединились родители. Михаила, Михаил Львович и Валентина Ивановна. Поздравляем вас с рождением внучки. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вы переживаете себя в новом статусе? Мы не переживаем, мы очень рады. И целыми днями с внучкой в Майами прилетели из Филадельфии, когда она родилась. И вот четыре дня уже здесь, еще два дня. А потом будем приезжать сюда и в Москву, я думаю, часто. Вы принимали участие в выборе имени, или ребята просто поставили вас перед фактом? Нет, это был сюрприз, мы не знали. Но мы уже привыкли, очень рады, называемые по-разному. Клаша, Клуня, Кло, Клодия. Михаил Львович, а если бы вас спросили, вы бы как назвали внучку? Я бы сказал, что у нас не было никаких конкретных вариантов. Мы решили, что наши дети сами сообразят и решат, как это лучше. Когда-то мы Мишу назвали, не спрашивая родителей. И я не помню, нравилось ему это или нет. Вот так получилось, и мы сейчас ни о чем не жалеем. Поэтому мы решили это между собой не обсуждать. Но вы считаете, на кого похожа Клава сейчас? Первое впечатление на Кристину, но смугленькая, мне кажется. Такая кожа темная, как у Миши. А вы помните тот день, когда ребята сказали, что у вас будет продолжение рода? Да, я помню. Да, конечно. Я помню. Очень хорошо. Да, конечно. Это была замечательная новость. И с тех пор мы жили в ожидании. И, к счастью, это произошло. И вот мы, как нам только сообщили, мы тут же взяли билет и прилетели. И, так сказать, сейчас полное удовольствие от нашего общения с Клашей. Валентина Ивановна, не могу не спросить вас, потому что вас раньше никто не видел. И впервые у всех россиян есть возможность посмотреть на свекровь. Или вы, получается, теща, да? Нет, вы свекровь. Вы свекровь. На свекровь, Кристина. Это мама, теща моя. Расскажите, какая Кристина сноха? Кристина замечательный человек, очень простая. Я забываю, что она селебрити у вас, когда с ней общаюсь. Как подруга моя просто. Михаил Львович. Замечательные отношения у них я очень рада. Нам очень хорошо. Ну а вы песни Кристины слушаете в машине в Америке? Да, вы знаете, да, мы слушаем, мы слушаем. И мы все время крутим разные ее диски. У нас записано на айфоне. Давайте сейчас посмотрим фрагмент небольшой клипа Кристины. Внимание. А ты буди меня поцелуями нежными, нежными. Усы для меня словами ласковыми. Буду я тебе навеки, женой и невестой. Буду я тебе навеки, женой и невестой. Буду петь тебе песни, самые сладкие. А ты буди меня поцелуями нежными, нежными. Усы для меня словами ласковыми. Буду я тебе навеки, женой и невестой. Буду я тебе навеки, женой и невестой. Буду петь тебе песни, самые сладкие. Ну вот мы сейчас увидели, как ваш сын тоже делал первые шаги в шоу-бизнесе. Если не секрет, вы чем занимаетесь? Несколько слов о себе. У меня стоматологический офис в Филадельфии уже, наверное, около 20 лет. И я работаю врачом, зубным врачом. И Валя помогает мне в моем бизнесе. То есть за хорошими зубами и за пломбой это к вам? Да, пожалуйста. Приглашаем всю студию. Если мы заговорили про зубных врачей, я сразу, извините, вспомнил про Ларису Рубальскую, которая тоже сегодня пришла здесь поздравить Кристину. Я вас поздравляю. Я была очень рада, когда услышала, что дочка у вас родилась. Потому что ваша мама пела вам песня у меня написанная, какая ты смешная доченька моя. Я думаю, когда ваша девочка подрастет, эта песня обретет новую жизнь. Я этого жду, желаю ей быть счастливой и вам вместе с ней это петь. Но в семье растет и другой певец-исполнитель, актер, мой любимый актер сегодня, после его ролей в фильме «Елки», Никита Пресняков, который в эти дни находится в Москве, и пришел в эту студию, чтобы поздравить маму с этим событием. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Куда смотрите? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет! Ну, как дела? Блин, я так рад видеть, видеть, что на самом деле тут. Даже я там готовил речь уже час, я все забыл. Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо, замечательно. Ждем тебя, когда ты... Я приеду очень скоро уже. Сейчас я закончу свою работу. Сделаешь какие-то дела, работы, да, в Москве. Так что жди, буду тебе помогать. Приезжай. Ты как узнал, скажи, кто тебе сказал? Мне? Бабушка. Бабушка позвонила тебе и сказала? Ну и на этой волне ты же обычно такой. На этой волне я сразу первым делом скайп открыл и позвонил. Сразу я был в шоке. Я запрыгивал сразу, да ладно, вот сейчас, этой ночью. Не ожидал. Не ожидал, конечно. Ну, а имя Клава тебе нравится? Да, хорошее имя. А были какие-то еще варианты? СМЕХ Мне просто интересно послушать. А, ну, я это все мое тебе было. СМЕХ 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 Ой, не могу. Ну да, он говорит, Клава, что-то странно, какое-то, какое-то бабушкино имя. Бабушкино имя. А? А? Сейчас нормально. Лишь бы они были сейчас. Папа, ты сам был такой. Первый раз видит солнышко. Ник. А, я тихо. Ну, все-таки Рэем назовем? Нет. Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть я, может быть, был бы Рэй сейчас, да? Рэй, там, смотри, вот Рэй приехал. Встречайте Рэй! Встречайте Рэю! Рэй. Ну, обычно же ты всегда делаешь какие-то креативные подарки, вот, на события. На прошлый день рождения ты снял фантастический видеоклип для мамы. Это было очень быстро, я очень спешил. Ну, понятно, но зато от души. В этот раз что-нибудь есть такое? Я думал, музыкальный подарок сделали. Музыкальный? Да. С другом своим, вот мой друг в студии как раз. Давайте, да! Андрей, еще садо. Кристина, вы готовы к музыкальному подарку в исполнении сына? Я готова к любым подаркам в исполнении сына. Итак, Никита Пресняков и Андрей Садо. Маэстро музыку. cheщики. Субтитры делал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А еще и соседи есть у вас все-таки, которые тоже могут прийти по Майами Игорь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, ревновать я точно не буду, потому что я знаю, что мама у нас одна, и внимания она будет всем уделять. Я знаю, что она вырастет очень хорошей, у нее будет любовь обоих родителей, и не только родителей, и братьев тоже. И у нее будет все. Мама, желаю тебе счастья, радости, и чтобы наша Клава выросла самой-самой лучшей девочкой и самой яркой-яркой звездой. Такая же, как и ты, как и бабушка, и как вы вместе взятые. Самое главное, что он теперь старший брат. А он же стал старший брат. Он больше не младший брат. Он больше не младший брат, все, он старший. Сейчас еще одна короткая реклама. Далее в нашей программе родственники Клавды Ивановны Шульженко поздравят Клаву с днем ее рождения после рекламы. В эфире пусть говорят, Кристина Арбакайте в третий раз стала мамой. 30 марта в 19.58 по майамскому времени я родила дочку, поздравляйте меня, ура! Несколько дней назад Кристина Арбакайте через свитер оповестила весь мир о рождении дочери. Вопреки предрассудку, что новорожденных нельзя показывать, Кристина в первые же минуты опубликовала фото малышки на руках у папы, бизнесмена Михаила Зимцова, и разрешила первому каналу эксклюзивную съемку. Не секрет, что при выборе имени для новорожденной сыграли роль два фактора. Первый. Любимую тетю Аллы Борисовны Пугачевой сдвали Клавдия Михайловна Пугачева. А второе. То, что своей крестной мамой на эстраде Алла Борисовна считает Клавдию Ивановну Шульженко. И сегодня родственники Клавдии Ивановны Шульженко приехали на эту программу, чтобы поздравить маленькую Клаву с днем рождения. Встречаем правнучку Марию и племянницу Евгению Игорячеву. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Всем здравствуйте. 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 Ну, поздравляйте. Мы вас от всей души, всей семьей искренне поздравляем с рождением вашей доченьки первой. Вся наша семья является поклонниками творчества вашей мамы, вас. А моя прабабушка была поклонницей творчества вашей мамы тоже. И она отметила вашу маму и выделила из всех. Я этого знаю, вся наша семья это знает. Привет. И мы желаем все искренне вам счастья, здоровья. И думаю, что скоро будем поклонниками и вашего сына. Потому что сегодня он нас просто поразил и удивил. Только я председатель фан-клуба Никиты Преснякова. Я записываю. Договорились. Женя, вы биограф. Вы биограф, вы все знаете. Ну, многое, многое во всяком случае, да. Про жизнь. И это правда, что Алла Борисовна приезжала к Клавдии Ивановне и очень любила ее творчество. Ну, я хочу прежде всего, Кристиночка и Михаил, поздравить вас с таким событием, рождением дочери. И нам, конечно, всем очень трогательно и приятно, что это имя Клавдия. Хоть оно, как говорится, редкое, но оно будет, как говорится, еще эстафетой передаваться многие-многие годы. Спасибо вам. Давайте послушаем песню Клавдии Шульженко, которую перепевала Алла Борисовна. Внимание на экран. На тот большой, на перекрестках, уже не надо больше мне ходить. Жить без любви И быть может просто, но как на свете без львы поражить. Я знаю, как прожиться. Пусть это будет на память для вашей семьи и для Клавочки. Никите, передавайте. Никита все отвезет. Присаживайтесь. Спасибо. Жислава Дружинина и ее супруг Анатолий Мукосей, который снимал тебя в фильме «Чучело» сегодня тоже здесь в нашей студии. Добрый вечер. Что вы пожелаете Кристине, Светочка? Ну, что можно сказать? Вообще, все, что сейчас происходит, невероятно. Ну, это так. Потому что Кристина начала работать. Я ее перебью. Кристи, Кристи, Кристиночка, солнышко, ты потрясающе снималась у нас в «Чучело». Ты там встретилась с потрясающим Роланом Антоновичем Быковым. И не менее потрясающим Анатолием Михайловичем Мукосеем. И после этого ты перешла от меня к моей жене в «Леват Гардемаринах». Могу только сказать, Кристина всегда очень хорошо, я всегда говорю, ну вот, от «Чучело» до «Принцессы». Могу сказать, Крестик, ну теперь дай Господь от «Чучело» до «Принцессы» через любовь к морковь до императрицы Екатерины. Дай Господь, если это у нас с тобой получится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, моя родная. Скажи, пожалуйста, Кристина, а что сказала Алла Борисовна, когда увидела внучку по скайпу? На меня похожую. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кристина, я хочу, чтобы еще один твой друг, который тоже поздравил тебя в Твиттере, сейчас это сделал лично, Борис Моисеев, Киевин. Внимание на экран. Кристина, Кристи, кресточек мой, девочка моя, умница моя, замечательная моя, с рождением дочери. Очень много счастья желаю вам. Всего наилучшего, всего здоровья. Главное, чтобы ты, дочка твоя, была похожа на тебя, на папу. Успехов тебе. Я тебя очень люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и покажите крупно вот эту троицу, Кристина. Я думаю, ты узнаешь Костю, Катю и Диму, которые сегодня здесь, скромно, вот тут в зале, но искренне радуются за тебя. Ну что, ты уже летишь, когда ты... Ну, скоро увидимся, да. Привет. Поздравляю с огромной любовью, от всего сердца, новых положительных эмоций. Скоро увидимся. Кать, ну вы одна из ближайших подруг Кристины. Кристианечка, ну я еще раз вас поздравляю от души. Безумно счастливы мы все за вас. Вы светитесь, вы такую передаете нам энергетику потрясающую. Такая благословенная семья, замечательная. Здоровья всем, прежде всего. И скоро увидимся. Костя привезет подарочки. Первый лак. Ну, Дима, давай, как стилист Кристины? Стилисту сейчас очень трудно, потому что стилист увидел, что красок, наверное, таких уже, может быть, у меня пока нет, чтобы передать вот это вот счастье. Кристина, я очень счастлив и надеюсь, что мы тоже скоро с тобой увидимся. Это будет май. Крепче обнимай. Крепче обнимай, да. Обниму при встрече. Буду думать по поводу дальнейших каких-то наворотов. Сейчас еще одна короткая реклама, а далее в нашей программе сенсация. Известный номеролог предсказывает Кристине рождение еще одного ребенка. По поводу рекламы. Вы смотрите, пусть говорят, Кристина Арбакайте в третий раз стала мамой. И сегодня с помощью телемаста в ее первом большом телевизионном интервью она выходит с нами на связь из Майами вместе с ее супругом Михаилом Зимцовым. Ну, а у нас в студии известный номеролог Клара Кузденбаева. Добрый вечер. А вы рассчитали по цифрам судьбу Клавы? Ваш брак судьбовластный. Почему? Потому что вы две половинки одного яблока. А в таком браке всегда рождаются счастливые дети, талантливые дети, уникальные. И девочка на самом деле родилась в такую дату 30 марта. Во-первых, тройки это талант. Мне интересно было просчитать, Кристина, дальше вашу программу. Самое интересное, в 44 года у вас еще будет написано рождение ребенка. Вот так же, как у Филиппа Киркорова было написано рождение ребенка. А у Киркорова еще будут дети, скажите? Я, если честно сказать, по-моему, 50 чем-то я считала. Сейчас не могу сказать, не могу сказать. 50 тоже будут дети? Да, да, да. А что у Кристины? А у Кристины 44. 44 года, десятка это рождение детей. Вот, главное, Андрей, главная новость. Вот тем самым закрепится этот красивый брак навсегда уже окончательно. Ну, послушайте. Кристина, второго надо срочно. Мало того, что Кристина, да, она замечательная актриса с ее сумасшедшим графиком, с ее тяжелейшей работой. Она еще практически решает демографическую проблему в этой стране. Ей памятник надо ставить. Скажи, а вы уже решили, как вы воспользуетесь материнским капиталом? Кристина. Филипп еще не решил. Да, ну вот мы думаем, там есть три варианта, да, три варианта. Это на обучение детей, на, я уже все изучила, на расширение жилплощади и на пенсию мамы. То есть на что ты выделяешь? Так вот, вот три варианта. Ну, я помню, что совершенно смешная была сумма, когда вдруг маме выписали пенсию. Поэтому ты решила на всякий случай. Поэтому, сами понимаете, придется помочь. Еще один звездный модельер. Валентин Юдашкин поздравляет тебя с рождением дочки. Кристина Михаила, от всей души хочу вас поздравить с рождением дочери. От меня, от Марины, от Галочки, от всей моей семьи. И пожелать Клавдии Михайловне счастья, здоровья, любви, приезда быстрого в Москву, чтобы мы могли лично вас поздравить. Не с телеэкрана, а вживую. И подарить вам подарки. С днем рождения. Поздравляем. А что посоветует Аркадию Купник, молодой отец? У него уже опыт сейчас. Он уже практически год скоро будет откачать. Привет, ребята. Я очень волнуюсь, потому что я сейчас сижу и, как такой эгоист папа, понимаю, что надеюсь, что у моей Сони появилась подружка. И это замечательно, что в нашем шоу-бизнесе, вот этот островок счастья, появляется вот это пятнышко, которое является... Пусть я всем желаю, чтобы мы, артисты, рожали в любом возрасте. Потому что это настолько, настолько это открывает горизонты, настолько дает вообще другое совершенно понимание жизни. Причем это вот в позднем возрасте. А, ну секунду, я понимаю, что вопрос сразу же к Юлии Проскуряковой, конечно. Клара, вы узнаете, когда там будет... Нумерология. Что говорит цифры? Вы ходили вместе на теннис еще неделю назад. Да, Кристина, Миша, привет. Поздравляю вас от всей души. И я была в Майами в тот момент, когда узнала... Привет. Когда узнала, что Кристина родила дочь, поздравила их, сразу же не удержалась, в три часа ночи написала им смс-ку, попросила прощения, что я так поздно пишу, потому что наверняка они были заняты ребенком. Но все же очень хотелось их поздравить, я очень рада за них. И за несколько дней до родов Кристины мы ходили на теннисный турнир, который проходит каждый год в Майами. Кузнецова выиграла? Кузнецова, к сожалению, проиграла. Но мы очень хорошо провели время и посидели в кафе перед родами Кристины. Все было очень красиво и замечательно. И спасибо за это проведенное время. И я рада, что через несколько дней после этого Кристина родила. Ну а сейчас еще один сюрприз, который мы приготовили для вас, Миша и Клавы. Ансамбль «Непоседы», с которым мы выступали не раз, сегодня дарит песню для молодой мамы и Клавы. Они сегодня тоже пришли в эту студию. Встречаем «Непосед». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздравляем! 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 Кубки бантикам, бровки домикам, Похож на маленького сонного гномика, А в голове с утра что слышишь, почему? Объясните, мама, спрашивай, что к чему. Когда мы друг друга любим, Мы дарим солнце случайным людям, Мы счастье дарим, когда мы любим, Снег белый тает, и звезды падают в руки к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Клава не проснулась? АПЛОДИСМЕНТЫ Кристина, Клава не проснулась? Сейчас, давай, папаша. Сейчас проверим. Давайте, сейчас. Но мы так сильно не будем засвечивать уже. Тань, пока... Какой совет вы можете дать Кристине, как... Ой, какая она маленькая! Кристина, спасибо большое! Хорошего вечера, хороших выходных! Мы тебя очень любим! Еще раз поздравляем с рождением Клавы! Я вас тоже! Спасибо! Спасибо! Я вас тоже очень люблю! Спасибо вам всем! Аплодисменты Девочка моя Как будто что-то знаешь, чего не знаю я Какая ж молодая ты, доченька моя О, 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 о Мы с тобой уедем этим летом В город, где магнолии цветут Я раскрою все свои секреты Только ты потом их не забудь А ты опять смыкаешь, печаль в глазах твоя Какая лишь ты смешная, девочка моя Так будто что-то знаешь, чего не знаю я Какая же молодая ты, доченька моя А ты опять смыкаешь, печаль в глазах твоя Какая лишь ты смешная, девочка моя Так будто что-то знаешь, чего не знаю я Какая же молодая ты, пока доченька моя Какая же молодая пища, пока доченька моя Какая же молодая пища, пока доченька моя